всем привет с вами диктофон и сегодня продолжаем играть в игру под названием блунс тд6 и в этом видео мы уже будем проходить нашего элитного босса леча магелорда поэтому давайте-ка приступать а пока я тут поменяю нашего героя гвендолин или адора я бы наверное все таки взял адору блин не выбрал пока я их выбираю я бы хотел вас попросить если вы еще не подписан на мой канал пожалуйста подпишитесь и поставьте лайк мне будет очень приятно это поможет продвижению моего канала на нашем русскоязычном ютубе поэтому надеюсь на ваше понимание все давайте приступать так он так как у нас это элитный босс давайте сразу использовать наш всеми любимый ящик смотрите адору вот я и размещаем у нас как раз таки сразу же 2 банановых фермы для первого раунда идем неплохо как будто вы все нормально так давайте включать автостарт и давайте-ка определимся точнее я вам скажу как мы будем называть наши банановые фермы в этом видео в рандомайзере мне выпало число 20 а уже двадцатым комментариям это была у нас ферма грибов знаете в прошлом видео у нас были золотые яблоки в этом грибы как-то не сильно сопоставляются данные виды и не знаю с этой картой вот я не знаю кстати в пустынях вообще могут расти какие-то виды грибов это же у нас отдельное царство получается и мало ли вдруг есть такие невероятные грибы которые могут где угодно прорастись таких такое количество видов что они могут выглядеть очень нестандартно нашему даже взору нашему привыканию нашей привычки поэтому да а пока мы тут все проходим все у нас нормально на душе на душе у меня тоска потому что за окном идет дожди пасмурно холодно и знаете если бы было просто пасмурно и прохладно еще мне все ничего еще все нормально но то что дожди меня прям вообще выбило из колеи потому что я уже опять таки говорил об этом проходя обычного босса сегодня день города в котором я живу день вот челябинска и тут даже не из-за того что я так яро яры такой патриот города или что а просто в том что сегодня праздник и будут там концерты прикольные интересные исполнители на которых я бы хотел бы просто походить так вот прикольно потому что ну как бы раз год такие вещи происходят и очень грустно из-за вот сложившейся ситуации потому что еще недавно было тепло все хорошо жара да и даже два дня назад не было дождя то есть все было в порядке а вот сегодня дожди и завтра дожди меня как посмотрел по погоде они в принципе на брожении всех суток это куда ела моё да за что еще но блин и вот как бы знаете я вот реально думал но вот будет пасмурно но все равно пойду но ничего страшного а вот то что уже идут дожди уже как-то не сильно то уж и тянет а еще в магазин хотел сходить себе что-нибудь вкусного купить но в такую погоду ну блин хотя у меня почему уж так вот лениться у меня магазин в дворе тут без каких-либо проблем так пока что размещаем фермы грибов к сожалению тут реально нормально нам все не разместить но уже 16 раунд и ведем нормально конечно если бы у нас был бы бенджамин то к этому раунду мы бы уже поставили наш первый рынок грибов надо же вот такая вот разница казалось бы с бенджами бенджами мина с бенджамином и без ну реально такая разница невероятная зато адора нам будет очень хорошо помогать с дефом она наносит очень хороший урон ну единственное чего она не видит камуфляж но тут тоже знаете не такая уж прям серьезная потеря мы можем поставить какую-нибудь другую взяну которая с этой ситуации также будет хорошо справляться так второй рынок у нас уже есть все-таки ног 23 раунду у нас два рынка тоже неплохо потому что когда мы проходили обычного босса у нас первый рынок там что ли на 28 раунде появился что но вообще пипец как по мне а здесь и 28 раунда у нас наверно будет рынков 5 так вот если мы скилл завязаем то мы будем фиолетовые шары пробивать я не знаю как эта логика работает потому что все равно ведь он стреляет магией все она адора поэтому интересно интересно как это все работает поэтому вот да также не в комментариях ребята писали очень один человек писал о том что и не ставлю правильное ударение говоря про персонажа там сауда типа правильно сауда говорят а откуда мне больше интересно откуда эта информация типа это где-то прямо на википедии написано или же просто кто-то также из популярных ютуберов по блунцу говорит сауда но они сауда то есть тут знаете тут тоже вот есть ребята которые вот исправляют кого-то только потому что они смотрели более авторитетного для них блогера который называет вещи по-другому то есть я понимаю если бы в игре знаете там стоял ударение сауда или такой ну реально сауда тогда а тут ничего не написано тут ничего не говорится по этому поводу поэтому я не знаю откуда взята эта информация но мне уже не первый раз писали про это поэтому даже не знаю что вам сказать кому как удобно знаете тут в этом плане то что уж так я конечно понимаю что есть те вещи которые ну надо знать ударение но тут блин или кому-то это прям реально уши режет мне кажется нормально сауда но звучит ничего в этом такого прям нет ужасного так пока мы дефаемся спокойно тридцать пятый раунд мы еще один раунд будем копить монеты я не знаю спим ли мы накопить на еще один рынок по логике должны кстати ну сейчас вот так вот докачаем и все и будем откладывать уже деньги на нашего босса сколько у нас раз два три 4 5 6 7 8 9 10 10 рынков грибов что как по мне очень даже хороший результат нормально вообще реально кстати хорошо она первый класс мы будем наверно ставить элитного защитника посмотрим что у нас да как будет то есть ну мы почти на него накопим как почти из посмотрел нам надо еще пятнадцать тысяч нифига большая сумма реально большая ну ладно посмотрим то есть уже кстати остается у нас меньше десяти тысяч тогда ладно 30 тысяч хп черепов дофига и больше это вообще что-то с чем-то и вот мы почти накопили как раз таки на элитного защитника и может быть я тут в догонку ему добавлю липкую бомбу пускай тоже будет дамажить помогать нам с этим так шары в дефаются урона больше я вниз как что прям стало хотя очень бы хотелось о вот все пошел урон более-менее так еще липкая бомба добавилась все теперь будет нормально теперь я уже дальше прокачиваю наши рынки грибов ай не бафайся от кого ты забавался ты тебя смог забав хотя не понял нормально же общались так но главное что пробиваем и его нормально опять он от кого-то тут нам дает бафа ну вроде никого может он что-то там от элитного защитника но я не знаю как это работает честью от рынков у нас куча хп появилась так автостарт я убираю тебя я продаю вот у нас тут есть липкая бомба она нам будет помогать в случае чего поэтому давайте застраивать всю карту нашими рынками все застроили все хватит называется нечаянно поставил центральный рынок вот и застроили всю карту так вот сейчас тут будем пробивать все у нас будет хорошо конечно может быть нам на выход еще какой-нибудь деф надо будет добавить так ну пока что идем нормально идем неплохо второй класс как мы будем проходить может быть мы да вот я его просто поставлю потом посмотрим пока что еще прям так рановато судить там сколько мы денег еще накопим к тому времени тоже вот мне интересно типа если будет прям все хорошо то может быть еще кого-нибудь ему добавим так с конфляжем конечно я бы не сказал что у нас прям все так замечательно если посмотрите мы реально почти всю карту уже застроили так шары начинают понемногу проходить что мне не сказать что прям так радует вот так вот огонь поставлю во вот теперь я поставил нормально огонь что он будет у нас как по верхней так и по нижней линии бить во нормально все равно про хочет что ж такое то только я собой это погордился немного так 50 раунд мы уже заставили всю карту рынками ну потому что ну чё у нас тут больше грибов нам продавать негде поэтому будем просто расширяться до центральных рынков как как тяжело все равно что же делать нам реально некроманта что это вот так вот вкачать ну пускай вот здесь вот будет нам помогать и пока что просто идем дальше дфц прокачиваем центральные рынке больше зарабатываем лучше для нас а зарабатываем то мы сейчас за один раунд 1012 что ли то есть сейчас будем наверно отслеживать так 7 7 7 7 7 7 4 было блин но мы еще центральный рынок купил грибов поэтому тут тяжело будет отсчитывать от всего этого да уже потратились ну смотрите если вот так вот смотреть то мы получили где-то 12000 да где-то 12000 мы заработали если моя логика более-менее верна я на это надеюсь очень сильно так но зато есть 5 центральных рынков опасно идем очень мы с вами опасно и что бы я бы вот сейчас бы сделал это получается поставил бы еще один центральный рынок и попробовал бы флибусера разместить так вот здесь вот четырех мы сможем в этот раз хочу четырех ну вот как блин до сто процентов можно просто мне не получается ну вот не могу вот вообще не могу окей ладно хотя бы три есть так пятьдесят шестой раунд стартует ну сначала вот так хотя бы вкачаем потому что это будет баф у нас также от рынков будем получать побольше монет тут для нас хорошо остается всего четыре раунда до следующего класса поэтому начинаем наверное копить уже деньги смотреть что у нас получится мне кажется у нас много чего получится потому что зарабатываем уже с вами тут неплохо флибустеры тоже нам приносят монетки вот мэда вот реально бы его бы поставить но насколько ли он силен для нас тут будет и помогать быть ли он нам хорошо это уже немного другой вопрос интересующий меня очень сильно так блин сорок тысяч всего я пока что так вот размещу так сделаю нам надо еще двадцать тысяч накопить ну уже меньше двадцати и чё и чё и чё я бы вот сюда бы еще поставил бы у нас прямо глефа для дефа шаров всяких так третий скилл юзаем сто восемьдесят тысяч хп это дофига это большая сумма потом будем смотреть что да как нам остается меньше четырех тысяч до мэда все мэд появился все урон наносим тут очень много у него черепов прям дофига ну мы вроде бы идем нормально так если вот еще скилл адоры завязаем не нормально на самом деле пока что живем да и не пока что а будем еще жить и продолжать главное успевать еще прокачивать наши центральные рынки грибные чтобы на что заработок не стоял на месте не ладно дефа им все очень спокойно потому что будет попроблемнее так что тут так много уничтожаем идем дальше босс остается меньше тридцати тысяч хп а он преодолел всего лишь середину карты то есть вот реально плюс вот этой карты в том что она довольно длинная она реально длинная в этом плане так что можем спокойно тут дефаться так продаю я мэда поставлю-ка я элитного защитника для дефа пускай уж тут он что постоит и тут смотрите у нас понял я не хотел тебя флибусир продавать извини я бы хотел рынок продать так аккуратно мы вот так вот ставим сюда чтобы вот сюда разместить у нас деревню там тоже будем перестраивать будет у нас тут такая же перестройка как на обычном боссе так здесь сюда так вот делаем и здесь у нас будет исследовательская лаборатория и грибной централ бы я бы здесь разместил бы с радостью и вроде по логике мы должны на него побыстрее накопить так как у нас здесь уже большое количество центральных рынков имеется то есть заработка получше так что будем надеяться что все так у нас и произойдет конечно мы бы могли продать пару наших центральных рынков я думаю что может быть я так бы поступил хотя смотрите у нас уже 75000 блин может быть и нет смысла потому что на следующем раунде скорее всего мы даже накопить уже сможем наш грибной централ остается тут монет всего ничего мне больше интересно сможем ли мы накопить на наш парагон восьмидесятому раунду потому что это не маленькая сумма очень даже там было бы интересно посмотреть что у нас да как главное что в плане дефа у нас все с вами в порядке так на грибной уолл стрит нам надо накопить 60000 уже у нас есть порядком 20000 я кстати только сейчас помнил что я хотел на обычном боссе поставить у нас инженера на разгон и что-то совсем забыл мне бы на видном боссе не забыть сделать данную манипуляцию вот давайте вот прям сейчас вот я поставлю все разгон у нас появился и здесь будем посередине вот уже качать тут мы разогнались давайте вклады сделаем 100000 я не знаю прим ли мы накопить или нет и есть ли вообще смысл на абзианомику хотя как будто бы есть как будто бы реально есть смысл и вот я думаю насчет владыки плазмы что здесь мы ее будем размещать на месте нашей липкой бомбы то есть у нас будет время чтобы накопить побольше там вот получить всякие монеты и что в принципе для нас будет хорошо и тут он будет очень много урон наносить это наверное есть смысл так давайте у нас будет 90000 я использую вот этот скилл и мы прокачаем манит как магнит хочется вообще его использовать а все ну ладно все мы накопили так вклад мы делаем 75 раунд у нас сейчас в игре поэтому пока что мы еще немного прокачаемся ничего страшного все вообще в этом плане у нас хорошо как будто бы даже так вот этот скилл что у меня тут с видео так видео с обычным боссом у меня пока что еще рендерится главное не забыть что потом надо еще опубликовать опа все теперь мы наверное уже будем копить деньги на все таки на нашего прогона остается уже совсем чуть-чуть реально совсем чуть-чуть кстати а нам еще денег надо немеряно но зато пока наш лич маги лорд долетит до данной позиции пройдет еще наверное раунда 2 поэтому время у нас присутствуют к счастью это я пока что здесь вот размещу чтобы у нас тут все было пускай вот даже вот сюда поставлю пусть они у нас тут дамажат урон наносят так на эту нам прокачку даже денег не хватит блин это уже немного пугать начинает и все с этого момента теперь нам надо еще успеть накопить 325 тысяч монет дофига очень дофига ну посмотрим мы не сдаемся да и сдаваться нам незачем потому что все идет вообще спокойно все вроде бы идет хорошо в случае чего продадим пару рынков с ума не сойдем так сюда так разгон так тут все нормально то есть у нас уже 70 тысяч блин даже не близко так если будет 100 тысяч будет уже хорошо да 100 тысяч уже есть еще бы 225 опять разгон не могу использовать нормально все у нас появляется лич маги лорд с одним миллионом хп это много так пока что его тут дамажит по чуть-чуть ну типа чего бы нет пускай самое главное что мы уже накопили 200 тысяч нам остается накопить чуть больше 100 тысяч это даже не знаю если смысл нам сейчас что-то продавать как будто бы есть как будто бы реально он присутствует так вот так вот делаем все создаем так давайте в радиус в радиус в радиус в радиус в радиус опа все сейчас он будет хорошо дамажить не всегда блин нам в начале бы их уничтожать что-то я об этом немного тупанул мы можем здесь вот у мэтт наверное поставить для этого прикола хотя он смотрите он так все начало все дамажить хорошо все здрая переживал все нормально идем нифига шо ты то как окей третий класс пройден с этим я вас поздравляю так мэда я продаю обратно так пускай у нас летающая крепость начинает летать не знаю к той степени сможем ли вам поставить наш самолет судного дня но по деньгам то мы накопить успеем это стопроцентно но нам видимо придется потом рынки попродавать что потом на их месте поставить обезьяны асы а потом снова все перепродавать ну и что поделать ради победы можно постараться так все у нас раунд прошел у меня босс отрендерился сейчас подождите я его начну выкладывать на youtube чтобы все ради вас чтобы поскорее вы могли посмотреть прохождение так здесь так сюда скилл 100000 имеется 88 раунд автостарт я даже пока что включил еще нам он разгон я бы тоже бы использовал 200000 уже имеется так сюда еще вклад скилл да мы должны накопить все должно быть нормально с самолетом судного дня стартанем следующий класс по крайней мере посмотрим мне хочется в это верить что мы на все это успеем накопить кстати вот обезьянномика уже можно сказать у нас окупилась она реально приносит хорошее количество монет конечно наш централ покручивает ну мы его и поставили кстати почти на 10 раундов раньше а вот эта вот ферма наш уол стрит грибной он просто показывает сколько он нахавал ну еще заработал то есть все эти деньги не лично он принес так что тут немного так не сильно заметная статистика блин 96 раунд у нас полмиллиона ладно вот теперь это уже звучит не очень круто теперь я уже не верю что мы накопим на самолет судного дня потому что это дофига так 98 раунд ну у нас будет примерно 800 тысяч наверное по итогу так сюда автостарт отключаем как обидно так смотрите у нас столько стоит наша вознесенная тень но я так думаю что вознесенная тень нам бы тут пригодилась как-нибудь вот сюда бы я бы ее поставил и по деньгам нам вроде должно хватать и место вроде бы тут нормально есть свободного то есть так что все будем делать тут прям как будто для нас все эти вот места так четвертое пятое нам главное вот таких вот 30 поставить если будет побольше ничего страшного если поменьше будет немного грустно нам прям денег наверное на все 30 не хватит потому что у нас парагон стоит полмиллиона у нас уже 550 тысяч в случае чего пару рынков нам придется продавать но ничего страшного зато будет реально два парагона и мы сможем нормально задефаться уж лучше так вот в спокойствие затащить чем на нервиках играть так сюда так сколько у нас тут а чё я вот блин а я наксиджил короче я чё-то я тупанул все нормально он у нас здесь находится так продаю вот 3 вот таких центральных рынка сейчас на эти деньги мы еще сейчас разместим и все и будем получается уже прокачивать нашего парагона наверное их тут не будет 30 что-то мне подсказывает ладно может быть еще рынка 2 продадим так сюда да так теперь еще есть деньги на прокачку хотя мы могли реально стартануть и успеть вот эти все деньги заработать обратно так что все вот давайте сюда вот сделаю пять тысяч у нас есть пять тысяч у нас есть для восстановления быстренько поставлю чтобы мы потом быстро смогли их прокачать все начинаем наш сотый раунд а урон быстро наносим в этом плане то у нас вознесенная тень очень даже хороша так и почти все рынки мы уже восстановили остается всего два и все теперь у нас получается все замечательно половину хп мы ему уже снесли идем дальше это четвертый класс мы тоже проходим наши грибы молодцы деньги зарабатывают стараются для нас а мы их стараемся не разочаровать я же понимаю что ускорение по моему наш лич питается и больше хп восстанавливает ну ладно ничего страшного главное что мы прошли и теперь чё к пятому классу мы еще добавим как минимум одного парагона это самолет судного дня на него мы стопроцентно должны накопить потому что мы же еще будем все продавать а при продаже мы тут получим ну еще 1400 монет дополнительных что уже будет для нас хорошо как тут адора поживает адора не так много урона нанесла но при этом она все равно ну типа надо скиллы почаще за нее просто юзать она хотя бы не будет станеть как у нас был пси в прошлой игре то есть из-за того что он встанил муабы которые находятся с лианами у нас лич маги лорд очень долго выходил из инвиза следовательно он пролетал больше времени точнее больше расстояния из-за этого мы попозже как бы победили здесь все таки ситуация должна быть идти немного по другому не сказать что мы быстрее победим потому что как ни как это у нас элитный босс он у нас посложнее априори хп больше так что посмотрим что у нас из этого выйдет почти 700 тысяч я уже накопил конечно медленно так медленно деньги идут я просто в шоке ну если вы хотите больше зарабатывать ставьте следовательские лаборатории вот так вот я вам говорю наверное на протяжении уже двух видео но как иначе ну типа я так именно и считаю они больше вам приносят монет так мы можем как сделать вот прокачать самолет с одного дня если у нас немного денег останется поставим например морского наварха хотя я сомневаюсь что деньги останутся нам бы на сам самолет с одного дня бы хватило бы денег было бы уже здорово так почти миллион продаю продаю большое спасибо за добрую службу полтора миллиона у нас по итогу тут еще так тебя тоже продаю и давайте уже размещать наших обезьян асов уфа чтобы была у нас нормальная степень он у нас с 80-го раунда примерно летал урон наносил ну как где-то с 88-го может быть поэтому урона он нанес реально немало значит степень должна быть вполне себе хорошая а так на морского наварха нам уже точно не хватит монет нам в принципе больше ни на какого из прогонов не хватит монет так что придется ой-ой-ой никому я не хочу скармливать нашей Адоре так что у нас тут 900 тысяч все давайте качать 47 степень нормальная степень как по мне три парагона у нас имеется смотрите че я вот так вот вкачаю что больше урона мы наносили потом получается можем клемьёчка вкачать на вот этот вот скилл можем ледяного обезьяна вот так вот прокачать на хрупкость ну и все и стартуем хватит нам 24 миллиона это дофига ну и мы сносим кстати очень хорошо так вот скилл завязаем блин как этот зонг долго пробивался но мы я как-то волгами использовал скилл в этот раз поэтому ладно что так мы уже 6 миллионов урона ему снесли как-то я так странно использую скиллы что он как будто через невидимость проходит я что-то прикол понять не могу половины хп у него уже нет все тогда я вообще теперь спокоен все идет просто замечательно так сюда 6 миллионов остается всего одна четверть так что давайте добиваем фу да пятый класс да что ты вот да ты вообще ничто ты даже пол карты преодолеть не успел а мы тебя уже уничтожили тремя парагонами хотя могли бы может быть и четвертого поставить все поздравляю вас элитный лич маги лорд у нас также побежден башен размещено 107 шаров пробита почти 600 тысяч общий урон 42 миллиона сгенерированный денег почти 3 миллиона всего лишь на пол миллиона больше чем с обычным боссом обезьяна звезда наш самолет с одного дня 24 с половиной миллиона урона хотя мы его только сейчас поставили вот это я понимаю это я реально понимаю все мы его победили с этим я вас и поздравляю давайте тут открою пару ящиков у нас что то есть и кстати у меня в одном из видео просили показать моих обезьян моей коллекции мгновенных обезьян поэтому давайте-ка посмотрим и не знаю сколько у меня их тут где-то можно посмотреть конкретное количество ну вот давайте я вам помотаю тут что хотя я вот эти вот не прохожу ивенты которые нам позволяют получить мгновенки но со временем они все равно как-то копятся ну как бы прикольно по-моему прикольно то есть в случае чего можно вот использовать офигеть у меня целых три храма таких это я понимаю так сколько ферм сколько ферм так обезьянная деревня обезьянный инженер вот укоротителей немного ну потому что это одна из спасанных обезьян получается а так на этом я буду заканчивать это видео я надеюсь что оно вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока пока